К 2030 году уровень бедности в России намеренно снизить до 7%. Прочитать новости с суфлёра и получить одобрение от главного редактора телеканала ТОК Елены Кузовкиной. Талантливые школьники из самых разных уголков Алтайского края съехались в Барнаул и отправились на медиа-экскурсию в студию нашего телеканала. Дети своими глазами увидели, как создаются новости. В общем, здесь плазма, здесь выходят тематические картинки, соответствующие каждому сюжету. Диктор стоит примерно вот в этом месте. Для работы у него три суфлёра. Подобные мероприятия очень важны, потому что это, во-первых, привлечение молодёжи к всему этому, потому что скоро уже 11 класс, надо выбирать свою профессию, выбирать, кем ты хочешь стать. И журналисты это сейчас очень важно, потому что все эти новости в стране, это очень важно всем знать. Медиафорум с участием алтайских школьников прошёл в начале марта. После открытия дети их педагоги разъехались по тематическим площадкам, побывали на познавательных лекциях, мастер-классах, в телекомпаниях края и в уникальном музее открытки, работающем в СМГ. Открытки интересны не только тем, что они красивы, а тем, что они хранят историю. Вот, например, сейчас, когда женщин поздравляют с 8 марта, им желают чего? Оставаться такими же красивыми. Вот эта открытка старая, видите, у неё очень мало цветов. Возможности типографии в 58-м году были небольшие. Но и здесь она несёт воспитательную роль. То есть здесь показывается, девочка рисует открытку своими руками. То есть, как бы, возьми, да нарисуй, да сделай. Юбилейный 10-й медиафорум в Ритме жизни прошёл в рамках продвижения и развития медиа-центров в образовательных учреждениях края. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.